Я приехал из Португалии. Там начали проводиться регулярные школы в городе, авэйр, математические школы, в которых будут преподавать, ну, в основном, преподаватели из России, по крайней мере, с российским происхождением. Так что добро пожаловать все туда. Тема моего доклада будет, то есть я буду, я попробую сегодня рассказать про невидимость и математические вопросы, математические результаты, связанные с невидимостью. Конечно, идея спрятать человека или какой-то объект, она очень давняя, но вот совсем недавно она начала реализовываться. И, в общем, я скажу немножечко про физические какие-то подходы к этому делу, совсем коротко, а потом буду, в основном, говорить про математические. Физические подходы вот какие. Значит, люди совсем недавно, буквально вот в этом тысячелетии, то есть в течение последних 10, 15 или 20 лет стали всерьез задумываться и разрабатывать материалы с новыми свойствами, так называемые метаматериалы, которые обладают очень многими странными свойствами, например, отрицательные, например, прозрачные среды с отрицательными показателями преломления, или, ну вы знаете, что такое преломление, да? Вот если есть прозрачная среда, там показатель преломления, там, другой, нежели в воду. И если, например, луч света впадает на границу двух света, скажем, между воздухом и водой, то ход луча будет нежели в воду. А если показатель преломления отрицательных, что на самом деле очень-очень странно, но, в принципе, в искусственно изготовленных материалах такой может быть, то ход луча может быть даже вот такой. А также они могут быть анизотропными, то есть показатель преломления может быть разным в разных направлениях. И вот люди начали задумываться о том, чтобы изготовить устройства, скрывающие объекты, людей или кого-то еще, или что-то еще, с помощью вот такого как бы защитного слоя, который прозрачен и обладает такими свойствами. Когда луч света на него попадает, когда луч света попадает на этот защитный слой, он идет, например, вот такой вот, он раздевается, идет поясное и дальше. Или вот так попадает, изгибается, подходит, вот так вот. Для наблюдателя, представьте себе, что здесь стоит наблюдатель, какой-то человек, который смотрит в ту сторону, для него объект оказывается невидим, потому что тот лучей такой же, таким он был бы в отсутствии, чего бы не было в этом месте. Ну, лучшин это немножечко запаздывает, но для человеческого блага совершенно не различие. И таким образом человек ничего не видит, а между тем, внутри этого слоя можно спрятаться все что угодно, если там пространство достаточно большое. И совсем недавно началась деятельность математическая, связанная с тем, чтобы попробовать скрыть что-нибудь, делать что-нибудь невидимым с помощью обычных зеркал. Это деятельность, связанная с бильярдом. На самом деле, наверное, мне нужно сказать несколько слов про бильярды. Вот есть такая игра в бильярд, про которую вы, наверное, все знаете. Но есть раздел математики, который имеет такое же название, то есть бильярд, который изучает движение материальной точки, которая движется следующим образом. Значит, материальная точка движется свободно, или, может быть, крючь света движется свободно, допустим, пока не встречает какое-то препятствие. Линия в двумерном случае или поверхность в трехмерном случае. Когда он встречает это препятствие, он отражается, вот, по закону угол падения, равен его отражать. Бильярды изучают, ну, многие вещи, которые могут быть связаны с физикой, в том числе они изучают поведение лучей в рамках геометрической области. То есть распространение световых лучей, можно описывать, как луч движется напрямую, и когда он встречает зеркало, он отражается. И возникла такая идея, почему бы не попробовать добиться какого-то эффекта невидимости с помощью каким-то образом расположенного зеркала. А именно, значит, следующим образом. Предположим, что у нас есть какое-то тело с зеркальной поверхностью. Я буду рассматривать либо на плоскости, либо на трехмерном пространстве, то, что нам ближе. На плоскости, как правило, проще или легче что-то начинать рассматривать на плоскости, а потом пробовать обобщить это на трехмерном случае. Так вот, будем предположить, что у нас на плоскости или на трехмерном пространстве есть какое-то тело, может быть достаточно сложно на этом устроено, с зеркальной поверхностью. И предположим, что нам удалось добиться и найти вот такое тело с зеркальной поверхностью, чтобы световые лучи, которые выпущены из какого-то точечного источника, из какого-то определенного источника, чтобы они шли следующим образом. Делают луч света. Отражаются от зеркала. Зеркало может быть как плоским, так и криволевимым. Может быть какая-то кривая поверхности, или просто кривая. Отражается. Делают несколько отражений. И потом идет таким образом, чтобы финальный отрезок, который продолжается до бесконечности, и начальный отрезок лежали на одной премьерной. Если наблюдатель будет смотреть в обратную сторону и видеть этот отражений, он не поймет, что на его пути было препятствие. Потому что луч движется так, как если бы препятствий не было. Во всяком случае для наблюдателя это будет так. Мы хотим, чтобы все лучи, выпущенные из этой точки, двигались таким образом. Чтобы каждая луч двигалась так, чтобы начальные и конечные участки луча находились на одной премьерной. Давайте мы еще одну прямую. Еще одно напряжение. Вот предполагаем, что вот эти вот флоканы образованы отражениями луча от поверхности тела. И теперь смотрите, что у нас получается. Когда наблюдатель смотрит в эту сторону, он не видит вот этого тела с зеркальной поверхностью. Потому что все лучи так хитрые будут. Ход лучей таков, как если бы тело не было вообще. А, извиняюсь, на самом деле все должно быть с точностью наоборот. Предположим, что наблюдатель стоит здесь. Вот его голова и вот его глаз. Наблюдатель стоит здесь и смотрит из этой точки. Вот когда он смотрит, в его глаз попадают лучи. На самом деле ход лучей в точности противоположный. Тут есть как-нибудь задний фон. От этого заднего фона идут лучи, проходят и дальше попадают в его глаз. Наблюдатель не поймет, что здесь находится что-то. Потому что ход лучей именно такой. Значит, лучи доносят информацию из-за этого фоне таким образом, как если бы объекта не было вообще. Таким образом, вот у нас возникает такая задача построить такой объект с зеркальной поверхностью, чтобы ход лучей был именно такой. Я объясню, как это сделается. Вот. И другой случай. Предположим, что наблюдатель находится бесконечно далеко. Ну или достаточно далеко, чтобы вот эти вот лучи можно было считать параллельными. Потому что, если мы отодвинем наблюдателя очень далеко, то лучи будут настолько мало отклоняться друг от друга, что их можно будет считать параллельными. И тогда мы получим следующее. Вот параллельно вот лучи. Вот имеется какой-то объект, который с зеркальной поверхностью. Лучи отражаются несколько раз при явлении полотенца. Канкразан. И вот такое поведение мы будем называть связанным с тем, что объект является невидимым в одном направлении. То есть для достаточно удаленного наблюдателя объект будет невидим. Таким образом, значит, мы получили два определения. То есть определение невидимости. Из одной точки. И второе. Невидимость. Это в одном направлении. Это я нарисовал случай, когда тело, невидимое из одной точки, само тело, зеркальной поверхности, оно внутри коннектира. Оно какое-то, которое пока что мы не конкретизировали. И вот тут так вот вот лучи, которые мы хотим достичь. И вот другой пример, когда наблюдатель находится достаточно далеко, и по этим лучи практически можно считать параллельным. Вот. Вот.